Всем здравствуйте, это программа Крупным Планом, меня зовут Инесса Буланкова. Выступая на стыке клоунского искусства и пантомимы, практически без диалогов, двое друзей смогли пробиться на сцену Камеди Клаба и сделать все для того, чтобы дуэт Кукота и Чехов стал узнаваемым. Вот для чего? Узнаем у нашего сегодняшнего гостя. Напротив меня замечательный актер и харизматичный клоун, а также новоиспеченный блогер Михаил Кукота. Инесса, здравствуй. Спасибо, на самом деле. Да, это я, здравствуйте. Конечно, я, как любой человек, нормально не могу не отметить твой очевидный талант, твою харизму. Я благодарю вас, спасибо. Но мне интересно для себя, вот можешь ты ответить, ты клоун по образованию или по призванию? А можно, а если сказать, по природе? Исключаю. Это уже третье? Третье не дано. Ну, вообще, конечно же, у меня это все, мне кажется, на генетическом уровне, потому что у меня мама настоящая актриса, она несостоявшаяся актриса. Это только я был таким самым-самым взбаумышным, самым таким веселым, самым таким хулиганистым. И в итоге это все пришло к тому, что мое желание стать артистом, причем оно было настолько сильным, что в школе, по-моему, я не помню, по-моему, наверное, с девятого класса я очень хотел поступить в театральную академию. Ну, и каждый учитель, конечно же, как самый адекватный в то время, да, они же говорили, ну, как, как, Миша, как ты, как ты, там все занято, ты кто, ты, вот ты кто, ты кто, я, 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 Кокота. Ну, и все, вот, и об этом забудь. Ну, и в десятом классе, опять же, мысль эта посетила, ну, наверное, можно же как-то, потому что желание. Была такая потребность у меня, очень-очень большая была потребность, потому что я в школе на всех активных участиях, там, всяких творческих вечерах, там, все такое. Я был самым первым чтецом в своем классе, да, я читал стихи с надрывом, да, что бабушки плакали, особенно военные стихи. И вот эта потребность, она как бы меня загнала в угол, и в одиннадцатом классе я сказал, пап, я хочу, все, вот давай, вот, 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 я не знаю, я чувствую, что мне нужно идти, поступать в театральную академию, я очень сильно хочу. На что папа мне сказал, он тоже очень, человек очень грамотный, он сказал, что, значит, артист, это как цыгане, да, у него логика очень такая железная, значит, ты никогда не будешь дома, ты всегда будешь на вокзалах, там, поезда, аэропорт, там, все такое, значит, у тебя не будет семьи, значит, у меня не будет внука. Нет, пойдешь только электриком. Электрик, вернешься к нам в колхоз. А слово папа закон. Да, конечно, конечно, во-первых, у него были деньги, да, он же оплачивал это все, у меня на тот момент не было денег, я не мог себе позволить. Ну и вообще такой возраст 18-летнего, 17-летнего подростка, он же не очень много значит для родителей, потому что родителям виднее, они взрослые, они опытные. И меня отправили учиться в сельскохозяйственную академию в Ставропольском крае в аграрном университете, значит, на факультет электрификации сельского хозяйства. Ну, это все дело закрутилось, но меня также это все удерживало желание быть артистом, хорошо, что там был КВН, мы начали заниматься КВН, и там потихонечку все пошло и поехало. И там же как раз я познакомился с господином Чеховым, да. Тем не менее, клоунское искусство. А, вернемся к клоунаре, о чем я, да? Просто интересно, не самый популярный жанр, некоторые вообще люди клоунов-то и не любят, и боятся. Да, да. Почему это жанр? Почему это жанр? Или почему это жанр я полюбил? Почему полюбил, да? А, полюбил. Ой, слушайте, это вообще такая история, что вообще я был человеком свободным, я делал все, что угодно, я дурачился как угодно, мне никто не останавливал, никто меня не редактировал, я как-то сам развивался. Вот у меня есть такая энергия потребность к тому, и я... Вот я как-то это все и делал. Когда поступил, значит, в сельскохозяйственную академию, начали играть в КВН, я как раз-таки начал это делать. То есть я начал смешить людей любыми способами. Любыми, и причем я конкретно это знал, что любыми способами, а чем ты больше кривляешься, да, чем ты больше создаешь эту буфонатность, неправду, люди с этого смеются, там, «О, упасть так, чтобы как будто у тебя позвоночник сломался и копчик». И все, это у меня закрепилось. Вот в моем сознании закрепилось, что очень круто, и у меня начало это получаться. И на моем пути, опять же, встретился господин Чехов, который такой же будаперчевый мальчик, очень гибкий. Вот, я во всех интервью говорю, что у Чехова внешняя пластика, он невероятно пластичен. Помимо того, что он безгранично талантливый и харизматичный человек, он невероятно пластичен, он внешне может изгибаться на шпакат. Мы делаем с ним все, что угодно. А я внутренний пластичный человек. То есть чувства тактами, пантомимы у меня как-то более четче получается. И благодаря вот этим свойствам, что мне никто не запрещал, я вот как-то все разбрасывал свою энергию. Благодаря именно этому мы и пришли к клоунаде, потому что клоунады – это тоже своего рода такое, знаете, ребячество. Во многих интервью даже Слава Полунина, Леонида Лейкина, я слушаю и наматываю на уши, что да, это ребенок, по сути дела, это ребенок. Я не могу четко и профессионально вам раскрыть эту тему, почему клоун, почему конкретно клоун. Была такая нужда, была такая тяга. Вселенная так была устроена, что клоунада мне подошла. Клоунады, пантомимы популярны сегодня? Клоунады, пантомимы сегодня... Я могу говорить только... А можно я буду говорить только о России? Да, конечно. Потому что в России она не популярна, школ таких нету, институтов таких нету, где создают и преподают конкретно пантомиму, заканчивают, получают диплом у великих марселевских пантомимщиков. Но в Европе, мы заметили, оно имеет дикую популярность. Людям это очень нравится. Людям очень нравится... Они вообще, в принципе, европейцы, очень восприимчивые люди. А почему артисты вообще выбирают сложные жанры, непопулярные, когда можно пойти другим путем, выбрать что-то полегче и коммерчески более успешное? Почему вы это выбрали? Я думаю, что это, скорее всего, мне кажется, мне кажется, мое субъективное мнение, это внутренние амбиции, внутренние желания. И, конечно же, нас подкупает с господином Чехом, а меня так тем более, подкупает тот момент, что мы единственные в России, которые выступают в таком жанре. К сожалению, на юмористическом рынке предоставлено тоже небольшое количество жанров. Самый популярный стендап является, где... И это очень круто, это выглядит очень здорово, и их там армия поклонников. Но самые оригинальные, самые неповторимые. Потому что клонада — это очень сложный жанр. Это очень сложный жанр. Представляете? Играть с маской, и чтобы тебе еще верили. Там бы и без маски разобраться бы, кто ты такой. Это очень сложно. И здесь нужен, я считаю, это мое субъективное мнение, просто талант. Талантище. Этот талант нужен всем людям, и стендаперам, и миниатюрщикам. Но мне кажется, и вот я вот смотрю на Леонид Владимировича Лейкина, с которым я учился, ведь это же единичный талант, слава по луне, их единицы, и они ценные. Это же, вот это у меня аж дрожь, понимаете? Вот это подкупает больше всего. Быть таким же единственным, и тем более, это у тебя хорошо получается. Я не исключаю, что у меня там не получится стендап, или какие-то разговорные сценки, или миниатюры, мы делали в Comedy Club. Все получается. Но именно то, что ты можешь делать лучше всех. У вас за большой период, сколько вы, почти 10 лет, вы шли к тому, чтобы все-таки свободно абсолютно выступать на большой сцене, причем в разных странах, вам есть о чем сказать. Так о чем вы хотите народу сказать без слов? Это вот, вы знаете, это такой вопрос вообще очень, с одной стороны провокационный, с другой стороны очень легкий. Что мы хотим сказать народу? Во-первых, в первую очередь, прежде чем что-то сказать, надо что-то придумать. А мы всегда думаем о том, как бы развеселить их. Вот как бы воспользоваться своим талантом, веселить людей, ведь именно это же, это же самая первая составляющая, это самый первый наркотик. Это потом мы думаем о том, что, блин, хорошо получается, вот бы неплохо за это деньги получать, чтобы прокормить семью и ипотеку. Что касаемо выступления на самой сцене, на большой сцене, здесь уже, знаете, как, здесь нужно уже, наверное, подчеркнуть, здесь нам так повезло, что к нам ходят на нас и нас слушают. И все, что мы делаем, они это воспринимают. Они смеются, радуются. То есть они, а у них есть тоже потребность. Вот это, вот это, вот это круто. Ну, то есть у меня не было ни разу, когда мы выступали, и вот такая гробовая тишина. Ну, то есть я понимаю, что мне нужно доработать. Да, люди что-то не поняли. У нас один раз так было в комедий-баттле. Мы чуть-чуть перетянули номер, но я понимаю, что его нужно дорабатывать. Спокойно доработали. Ну, а потом жюри говорят, там, хорошо или плохо. Миш, где эта тонкая грань, через которую переходить нельзя, чтобы клоунада не превращалась в кривляние? По сути, клоунада – это и есть кривляние, да, для меня? Ну, вот. Вот такие, знаете, если мы с вами пытаемся вывести сейчас четкую формулу, вот четкую формулу, то у нас с вами не получится. Потому что, понимаете, даже вот на грани, вот для меня, для меня клоунада даже на грани чуть-чуть с отклонениями, когда ты смотришь, думаешь, да, по нему больничка плачет, а это клоунада. Представляете? Он так это искусственно делает, да, так круто, что ты думаешь, либо он больной, либо он чертовски талантливый. Вот непонятно где. То есть, по сути, там, если ты там тянешь, да, там, по Марселю Марсовичу, у тебя есть академическое правило пантомимо, да, там, все четко, а потом ты тянешь вот так, и ты, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот что, где эта игра? Ну, вот, наверное, вот в это, когда ты разрушаешь границы правильного, вот это клоунада, для меня выстроены четкие грани, что такое клоунада, что такое кривляние, вот для меня очень сложно, потому что на протяжении всей моей жизни мне всегда говорили, вы кривляетесь, вы кривляки страшны, вообще непонятно, ну, дико смешно, ну, вот дико смешно вы это делаете, вы дико смешно кривляетесь, вы показываете простые вещи, очень круто. Мы поступаем в театральную академию, учимся и развиваемся в театре лицедей, где как раз-таки это все и культивируют, ну, вот это вот все и культивируют. Клоуны, они же как, в первую очередь, как дети, да, как говорили, я, кстати, присоединяюсь к этим словам, и они же чуть-чуть с другой планеты, и вот, вот когда они кривляются, им это можно, им это можно, у них такой свой закон, клоуны. Если не я, то никто. Классная твоя фраза. Да, абсолютно. Она работает в обществе. Как появилась и как часто от слов к делу переходит? У меня всегда. От слов к делу у меня всегда. Появилось оно, по-моему, по-моему, когда я в институт, в институт уже поступил, начал играть в КВН, по-моему, эта фраза уже родилась там. Если не я, то никто. Я даже не помню, откуда у меня появляются эти слова, эти все высказывания великих людей. Это же, это не я придумал, это великие люди, великими людьми было придумано, запущенного народ. Всегда я знал об этом, и сейчас до сих пор это знаю. Я просто на деле это доказываю. Хорошо, что достигалось под вот этим флагом? Да вот даже вот, вот я захотел сделать себе фотосессию. Я захотел. Я знаю, что у нас есть организация Comedy Club Петербург, которая может это все сделать, в легкую может это все сделать. Я понимаю, что у них есть своя загруженность. Я понимаю, что у них есть, ну, помимо меня там еще очень много людей. Я подумал, что так я захотел, так я должен это и сделать. Я взял все это и сделал сам. В абсолютном, вот это свежие следы. Я просто сделал по простой на самом деле механике, которая позволяет нам делать инстаграм. Я просто сказал, если есть такие люди, которые могут мне помочь за репосты, за доброе дело, это вообще не вопрос. А если мы берем что-то более масштабное? Ну, более масштабное, конечно же, должны быть еще и ресурсы очень мощные. то есть это, это скорее всего относится к тому, что вот мы делаем спектакль, вот он уже относится к тому, что вот если не ты, то никто уже, наверное, работает в совокупности с людьми. Потому что я не могу, допустим, там один тащить всю эту свору ребят, которые говорят, а у нас нет такого правила, если не я, то никто. У нас правило, если вот ты, вот ты и ты. И мы все в повозке. Нет, тут уже работает правило всех-всех людей. И как правило, мы просто об этом не говорим, мы просто придумали это четкое понятие. Великий человек придумал четкое понятие. Я это взял на вооружение, я как бы этого придерживаюсь. А нормальные люди об этом даже и не знают. Они понимают, что нужно работать. И мы все это делаем. Миш, мне очень приятно отмечать, что огромное количество артистов, огромное количество юмористов, какими бы забавными они не были на сцене, да, реально серьезные люди в жизни и добрые люди. И мне очень нравится, что ваши имена все больше фигурируют в каких-то благотворительных историях, каких-то благотворительных проектах, да, вы вписываетесь и абсолютно безвозмездно, как мы это называем, да. Благотворительность ведь тоже не слово, а действие, да, для многих вообще стиль жизни. Для тебя что благотворительность? Это помощь, это помощь. Я вообще, вот все, что могу, я сделаю лично, как Миша Кукотта, физически, эмоционально и финансово, я прекрасно все понимаю, что надо помогать, надо помогать и быть добрым человеком. А как часто у тебя добро с юмором перекликается? Мне просто этот вопрос очень сильно. Так просто получилось, что моя жена, она врач МРТ, она работает очень много с детьми. У меня сейчас тема ее научной диссертации, не диссертации, докторская. Это эпилепсия в начальном развитии детей и так получилось, что очень частенько я езжу к ней на работу и вижу этих детей. Я один раз пришел на благотворительность, где мне нужно было просто прийти на благотворительность и поздравить. Просто поздравить детей. Они меня не знают. Знают родители очень. Говорят, о, Миша, Миша Кулкота, у тебя там Камериклаб, да-да-да, ты же давно не в Камеди. Для них это было очень приятно, для них это было событие. И когда подбегали дети, что-то там давайте фотографируем. Какая-то такая непонятка. Я ничего не сделал детям, мы все фотографируем, мне какие-то грамоты дают. Что происходит? Я ничего не сделал. Я просто сказал, дети, поздравляю, родители, детей, поздравляю, родители, половина родителей. Нет, я не знаю, что творится. И вот такой момент, который меня, который меня очень сильно выбил. Он очень сильно выбил меня из колеи. Давайте я буду защитной реакцией, это смех. Он очень сильно выбил меня из колеи, когда подходили дети фотографироваться вместе с родителями. Я ко мне подошла, что-то дали девочку, и я такой, ой, как я делаю, очень сильно начал играться. Она вот по своей энергии, она вот по внешности, она была очень похожа на мою дочь. Когда я говорю, ой, как это классно, как это, мы начали играться, я это почувствовал. И говорю, ну иди к маме. мама, мама, ну где мать-то? Заберите дочь. Заберите дочь, все, фотосессия закончилась, заберите дочь. А она, а ее забирает, она же вот так вот, что ты такая, как-то ручки, а все, меня уже все понесло, и она забирает, говорит, у нее нет родителей. И она забирает дочь, все, я с такой скоростью ехал на своей дочери. я нарушил правила. Я поехал, дочери так никогда в жизни не ехал. Мне очень льстит, очень нравится, когда молодые мужья так отзываются о своих женах, что я без нее никто буквально не может рассказать. И плюс ко всему, конечно, Миш, мне интересно, насколько, ну это, в общем-то, налицо, это понятно, насколько чувствительным ты стал с рождением дочки. И такой вопрос провокационный каждому мужчине. Дочка, это появление дочери, это слабость или сила папы? Ой, мне кажется, это вообще в совокупности. Это какая-то, это какая-то энергия, которую надо еще научиться распределять. То есть ты получаешь, то есть из человека выходит человек с определенным, мне кажется, вот просто как, знаете, это энергия. Я взял, да, я присутствовал в народах своей жены, я об этом мечтал, и все, я весь процесс, конечно же, это божественное явление, так как говорят. И вот ты взял эту энергию, и ты не знаешь, что с ней делать, это вот этот комочек энергии, он у тебя вызывает, он тебя облучает всеми спектрами, любовью, состраданием, злостью, юмором, все спектры. То есть у тебя играет все, а когда он вырастает, начинает тебя понимать, отзываться, говорить с тобой, да, и кричать на всю комнату, папа! все, это истерика. Я, конечно же, я самый счастливый человек на этой планете, и для меня это, во-первых, это мое бессмертие, это лично я сам себе придумал, это мое бессмертие по генетическому коду и крови, это конкретно все, я бессмертный человек, я все отдал, мы жену отдали, передали это другому человеку, который передаст это все, я бессмертен, Я уже себе придумал. Это очень классно. Ну и, конечно же, это сила. Это сила, это энергия. Безусловно, если мы можем даже вот так очень примитивно разобрать, когда мы приходим домой в столы, когда дочь вешается тебе на шее, начинает тебе там топтать ногами лицо. Это безумная энергия, которая меня наполняет заново. Я аккумулируюсь, потому что у нее безграничная энергия. Она еще не умеет распределять свою энергию, потому что она струячет во все стороны, во все комнаты. И когда ты туда заходишь, ты облучаешься моментально, и все. А слабость, наверное, надо определить понятие слабости, что это такое. Не то, что ты не можешь делать, а слабость, наверное, в каких-то чувствительных вещах. Безотказности, мне кажется. Ой, ну я безотказный папа, все. Я продажная шкура, я серьезный. Я вот мне просто вот так, я сделаю вообще все, что она говорит. Меня, конечно, моя любимая ругает меня за это, потому что она, мама, она же, во-первых, мама, да, женщина женщине, как говорится, должна поучать это все правильно. Как-то психологи сказали условная и безусловная любовь, что у матери к дочери условная любовь, а у отца к дочери безусловная любовь. И по психологии так было написано. И также наоборот, у отца к сыну условная любовь, а у матери к сыну безусловная любовь. Мы любим безусловная любовь, это вообще непонятно, за что мы любим. Миш, ну вот мы не психологи, но у психологов как раз есть абсолютно четкое понятие, да, есть мужская система ценностных ориентаций, женская, да, семья там, кстати, не на первом месте у мужчин идет, в отличие от женщин, а вот в твоей личной системе ценностей. У меня вообще семья, вообще это такая сильная штука, я сейчас буду выглядеть, наверное, как большинство отцов, наверное, я так считаю, но я скажу, что для меня семья это вообще в принципе все, это счастье, я так хочу, я хочу жить с ощущением счастья, радости, тепла каждый день, каждую секунду, и моя семья, это мое все, у меня больше ничего нет, Работа, деньги, я кому-то не понравился, кто-то не взял меня на работу, я менее талантливый, ребята, и вот вы со своим мнением идите туда, в огород, а я туда, а семья, все, ты от нее, это мое сейчас меня субъективно, ты от нее не уйдешь, ты можешь от нее уйти, это там, это другая-другая тема для разговора, я не могу уйти, потому что я так хочу, я хочу счастья с вами, и это я хочу, чтобы моя жена всегда чувствовала, и моя дочь всегда чувствовала себя в тепле, в любви, в достатке, чтобы у нас все было, я для этого делаю абсолютно все. Миш, кстати, ответь мне на такой вопрос, пожалуйста, как ты считаешь, добро, вот в русском человеке, давай опять же берем русского человека, да, это то, что в генетическом коде вшито, или то, чему все-таки научить можно? Это тоже очень сложный вопрос, потому что... А никто не говорил, что программа будет... Ну, как бы, да, 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 это программа IQ Show, да, хорошо, это может быть, кстати, генетическим, потому что вот я смотрю по моим родственникам, у меня все родственники добрые, и со стороны моей любимой жены все добрые люди, может быть, это генетический, ну, то есть, ну, есть, ну, да, возможно, я бы стал бы злым человеком, но так просто получилось, что я попал в творческое, в творчество, а там не культивируют зло, потом начал читать книги правильные, мне вовремя под голову подсунули правильные книги, я, на самом деле, сам себе подсунул, в 23 года начал читать, когда в театралку поступил, и вот как-то это все, еще больше взрастилась эта доброта, но я был добрым мальчиком с детства, и меня воспитывали, и, то есть, получается, возможно, генетический... Нет, вот так вот скажу, подождите, есть же родители, которые воспитывают эту доброту, да, есть некоторые родители, которые не воспитывают эту доброту, и, возможно, дети вырастают злыми, возможно, может быть, это, кстати, это хороший вопрос, надо призадуматься, но у меня такого случая не было, я дочь воспитываю так, как воспитывали меня родители, всегда говори спасибо, всегда говори пожалуйста, этого трогать нельзя, там, бить, это надо погладить, это надо все, это надо поделиться, меня так воспитывали, я считаю, что это, ну, то есть, есть же какие-то определенные стандартные, да, стандарты, там, типа, спасибо, это не навреди ближнему своему, то есть, да, возможно, это, то есть, это, давайте так скажу, я вам тоже хитро отвечу, это генетика с воспитанием. взрослая или детская публика что сложнее детская легче почему-то взрослее но взросли она и понятно люди пытаются бороться с тобой на интеллектуальном уровне давай перешути меня перед обмани меня я что-то понимаю сейчас он позвонит то скажет это 36 квартира вам 24 это 3 что квартира на что я пробил шутку это всегда борьба то есть получается со взрослыми сложнее потому что это всегда борьба за что больше всего в жизни ты благодарен богу за рождение дочери да за то что но если мы об этом да пусть будет так только только дочь только что что у меня я искренне тебе желаю сохранить своего внутреннего ребенка и транслировать через творчество какие-то светлые идеи потому что грязь хватает это да и явление хватает а вот именно то что является колонским искусством вот развивай абсолютно верно я вообще считаю что это как сказал учитель по речи алла борисовна зимина алла борис на кстати недавно севере она сказала что божья искра и дар божий мы же все артисты являемся проводниками написали пьесу режиссера мы являемся проводниками вот своего рода я тоже считаю себя проводником где-то там во вселенной есть энергия а я очень чувствительны к этой энергии я умею собирать и умею транслировать это в принципе все то что вы сказали другими это другими словами более как-то фантастически расписал а